Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс, и сегодня я бы хотела рассказать вам о прочитанном за июль. В июле я прочитала шесть книг, но покажу сегодня вам только пять и расскажу о них подробно, потому что шестую я бы хотела ещё подумать, всё разложить по полочкам в своей голове, и уже потом вам о ней детально рассказать. Но, тем не менее, прочитанная у меня объёмная, все книги мне понравились, и я бы хотела описать вам все их положительные стороны. Первая книга, которая была прочитана мною в июле, это «Детектив Агаты Кристи. Десять негритят». Это история о том, как десяти абсолютно несвязанным между собой людям приходят одинаковое по смыслу письмо, в котором их за той или иной целью приглашают на таинственный негритянский остров. Никто не уверен точно, что это письмо отправил их либо работодатель, либо предполагаемый клиент, либо какой-то старый знакомый, которого они уже не видели прорву времени, но все почему-то из-за своих каких-то причин, побуждений, отправляются на этот остров с воодушевлением. Но как только они на нём оказываются, то понимают, что они буквально отрезаны от мира, и всё. Выход с этого острова только на тот свет. Во всей этой солянке присутствует ещё и странная детская песенка о десяти негритятах, которые раз за разом, каждый поодиночке, умирали очень страшными смертями. Эта книга пробирает своим холодом, нагнетает обстановку, у тебя бегают мурашки по коже, очень страшно временами было это читать, но так увлекательно, ты буквально проглатываешь книгу за один присец, не разбираешь, что там вообще происходит, тебе хочется только читать, читать, узнать, что же будет дальше, кто стоит за всем этим невероятно пугающим и страшно продуманным преступлением. И когда ты получаешь вот эту развязку, я не была уверена до самого конца, что в том, кто же убийца. Сначала мне казалось, что это один человек, потом как-то он отвёл от себя подозрения, но когда в конце это всё вылилось и объяснилось, у меня просто глаза на лоб полезли, как это можно было продумать, осуществить, воплотить в жизнь, и как это вообще всё гармонично сплетается, связывается. Но Агата Кристи, мастер таких детективов, у неё они получаются очень тонкими, едкими, компактными, но вместе с тем очень детальными, продуманными буквально до мелочей. И к чему не придерёшься, тебе даётся возможность разгадать очень крутую загадку, но ты постоянно путаешься, что-то упускаешь у себя из виду, и по итогу концовка производит эффект тикающей бомбы, которая взрывается и разносит буквально всё вокруг себя. Разумеется, я буду продолжать и дальше знакомство с Агатой Кристи, потому что это один из моих самых любимых авторов детективов, и я не намерена останавливаться только на двух книгах. Следующая книга, которую я прочитала в июле, это роман Бетти Смит «Дерево растёт в Бруклине». Он отчасти автобиографичен, потому что что-то писательница брала из своей жизни, из своих детских воспоминаний. Книга рассказывает нам о девочке Фрэнси Нолан, которая живёт вместе с семьёй в одном из самых бедных районов Бруклина. Они буквально выживают, борются за жизнь, и не знамо как переживают какие-то периоды, когда у них нет денег, стараются заработать. И самое главное, что в такой непростой обстановке родители пытаются дать Фрэнси и её брату Ниле образование, потому что образование самое главное, что поможет человеку выбиться в лучшую жизнь. Это роман «Взросление». Он неспешный, очень детальный, прорисованный. Тебе кажется, что некоторые картины прям оживают, и ты видишь их перед собственными глазами. Эта книга чем-то напомнила мне мои любимые романы «Динка» и «Дорога уходит вдаль», но всё-таки это американский больше роман. Он отдаёт каким-то определённым менталитетам, не похожим на наш, но что-то общее всё равно есть. И это проглядывается тонкой-тонкой нитью. Взаимоотношения родителей и детей, взаимоотношения детей между собой, с миром, с окружающими, восприятие новых вещей, каких-то необычных чувств, всё это есть, и вот именно за такое я и люблю романы о взрослении детей, о том, как они преодолевают какие-то препятствия, встречаются с новым и необычным на своём жизненном пути. И книга «Дерево» растёт в Броклине, она, скорее всего, даже больше о том, как нужно преодолевать трудности, как нужно стремиться к чему-то большему, высшему, и как нужно, конечно же, не забывать и о своей семье, любить и ценить то, что у тебя есть. Мне не всегда было понятно поведение родителей Фрэнси. От матери я осталась в очень смешанных чувствах. С одной стороны, она всё старалась делать для своих детей, она работала для семьи, не покладая рук, она была всегда стойкой, смелой, держала себя в руках, не давала себе сломаться. Но с другой стороны, вот эта её немного такая суровая жизнь ожесточила её в каком-то плане. Она всю свою энергию направляла в первую очередь на сына, потому что считала его центром своей жизни. На дочери не то, чтобы было наплевать, просто она знала, что дочь точно такая же, как и она, и они всё могут пережить, совсем справиться, но в одиночестве. Отец же напротив, он был человеком слабым, который легко поддавался своим желаниям, порывам, но он искренне любил свою семью. И в строчках, где о нём говорится, чувствуется любовь маленькой девочки к своему отцу, который для неё был буквально светлым лучиком в этом тёмном царстве. Мне очень понравился язык Бетти Смит. Она пишет одновременно в какой-то холодной манере, которая пробирает тебя до дрожи, но иногда вот так становится тепло на душе и уютно, когда ты читаешь некоторые предложения. Книга прекрасная, и она точно останется на моей полке в числе таких книг о взрослении, которые мне будет очень интересно потом с годами перечитывать. «Доминик Смит. Последняя картина Сары де Босс» это совсем-совсем недавняя новинка, которую я уже успела прочитать. Эта история разворачивается в трёх временных линиях и рассказывается об одной картине Сары де Босс. Первая временная линия – это тот период времени, когда картина была написана. Эта линия сюжета рассказывает нам о самой художнице Саре де Босс, что ей пришлось пережить, почему, как и при каких обстоятельствах была написана эта картина. Вторая временная линия рассказывает нам о периоде, когда картина была похищена, как это всё привернули, кто за этим стоял, и как это повлияло вообще на жизнь людей, которые делали эту подделку, на которую заменили настоящую картину, и как это повлияло на жизнь хозяина картины. Ведь картина Сары де Босс передавалась в его семье из поколения в поколение, уже более трёхста лет. И последняя, третья временная линия рассказывает о периоде много лет спустя, после второй линии, когда все участники этой истории, казалось бы, уже забыли о том, что когда-то было, но тайны прошлого не дремлют, и что-то назревает, готовится вырваться наружу, и каждый боится, что именно его тайна будет раскрыта. Это роман о выборе, который должен принимать каждый, даже если этот выбор сделать очень-очень трудно, о творчестве, которое нитью может проходить через всю жизнь человека, подпитывать его энергией и давать необходимые силы, чтобы удерживаться на плаву. И о том, как важно отпускать прошлое, людей, которые раньше для тебя были всем, и жить дальше, двигаться, а не стоять на одном месте, погружаясь в какие-то свои воспоминания. Роман мне понравился, тут есть определенно над чем подумать, на что обратить внимание. Мне очень понравилась линия с художницей Сарой де Воз, она буквально дышит творчеством, от неё веет какой-то холодной грустью, но эта грусть так красиво описана, ты невольно любуешься на всё это, что происходит на страницах романа. Отчасти история основана на реально существовавших фактах. В 17 веке в Нидерландах гильдия святого Луки, в которой состояли художники и ремесленники, она рекламентировала все стороны жизни художников, им даже не разрешалось подписывать собственные работы. Сара ван Балберген, прототип Сарой де Воз, который есть в нашем романе, она считается первой женщиной, художницей, которую приняли в эту гильдию, которая творила в 17 веке, но, к сожалению, ни одна из её картин не дошла до наших дней. Вот эта история, это и такие художественный вымысел, вариация на тему, что могло бы быть, если бы хотя бы одна картина этой художницы, которая, несомненно, обладала талантом, раз её приняли в такую привилегированную гильдию, раз на её работы обращали внимание уже в 17 веке, что могло бы быть, какой бы была её картина, что бы она изображала. Это очень интересная вариация на тему, а что, если бы, хотелось бы больше именно искусства художников, их жизни, каких-нибудь таких мелких зарисовок, как они пишут картины, готовятся к работе, подготавливают материалы. Всё это было, но мне казалось, что нужно этого побольше, чтобы раскрыть тему, чтобы прочувствовать атмосферу. Это не детектив, но очень интересная история о картине, которая связывала жизни многих людей. И последняя книга, которая у меня прочитана в бумаге, это дебют Фелисии Айб, детектив «Вчера». Это история об очень интересном мире, в котором люди делятся на касты, можно сказать, по состоянию своей памяти. Есть тьмона, которые помнят только вчерашний день. Когда вчерашний день остаётся уже в прошлом, он у них просто стирается, и остаются только тщательно заученные факты. И есть дуо, которые помнят два вчерашних дня, то есть вчерашний и позавчерашний. У них есть некое преимущество, считается, что их память более расширена, и вот этот процесс сужения своей памяти начинается у Мона в 18 лет, у Дуо в 23 года, но так или иначе у всех память ограничена, и никто не помнит полностью всей картины, что же случилось у них в жизни. Конечно, в таком мире очень трудно жить. Приходится каждый день записывать в свой дневник, что происходило, описывать какие-то свои яркие эмоции, деталей, события, чтобы не забыть это и не потерять навсегда что-то, что тебе дорого. И вот когда в таких декорациях, в таком мире происходит убийство, полицейским раскрывать его становится очень трудно. У нас есть семейная пара Мону Клэр и Дуо Марк. У них смешанный брак, что является такой редкостью в этом мире, но эта редкость стремительно набирает обороты, популярность, браки между Мону, и Дуо возрастают. У них, казалось бы, идеальная жизнь, они любят друг друга, Марк работает писателем, у него толпы фанатов, Клэр заведует хозяйством, она домохозяйка, работает по дому, наслаждается жизнью, но в один прекрасный день их мирное течение памяти, если так можно сказать, омрачается одним очень ярким и ужасным событием. Получается так, что в реке находят тело девушки по имени София Эйлинг. И у детектива Ханса, который берется за это дело, есть серьезные подозрения считать, что Марк Эванс, муж Клэр, как-то связан с этой женщиной, а конкретно он был ее возлюбленным. И именно он виновен в том, что ее нашли убитой. Почему-то Марк всячески отрицает этот факт, а Клэр, наоборот, уверена, что Марк ей изменял, но она не знает, стоит ли верить в то, что ее как бы безобидный муж способен убить человека. Детектив Ханс берется за это дело, и ему нужно успеть сделать все это за 24 часа, потому что он помнит только то, что было вчера. Безумно интересно было наблюдать за тем, как люди живут в этом мире, как они вообще так привыкают, как они не помнят всю свою жизнь, как они отбирают какие-то факты ради того, чтобы хоть что-то запомнить о себе, о своих близких, трудно ли им приходится, и как вообще справляться с этим. И нужно ли с этим что-то делать, или лучше не помнить всех плохих событий, которые происходили у тебя в жизни. Ведь память – это очень тяжкий груз. Марк Эванс бесил меня на протяжении всего повествования. Мне хотелось встряхнуть этого человека, потому что не понимаю я, как можно быть таким по отношению к своей жене, по отношению к людям, которые его окружают, даже по отношению к самому себе. Это как-то очень странно. Его поведение вызывающее, оно неприятно мне. И хотя в конце его как бы обеляют, но мне все равно кажется, что этот человек не такой хороший, как можно вот подумать. Клэр – она какая-то ни рыба, ни мясо. Вроде бы она хорошая, но потом уже есть у нее какие-то отрицательные черты характера. И вы скажете, что это хорошо, что я же люблю сложных персонажей, и в которых можно разбираться, которых можно анализировать, но что-то не пошло. Мне бесили герои этой книги, главные герои – муж и жена. Детектив Ханс – более интересная личность. Мне было интересно наблюдать за тем, как он ведет расследование, как он пытается удержать все факты, чтобы не забыть их и точно поймать убийцу. У него непростая работа, непростой в целом жизненный путь, и этот персонаж мне очень симпатизирует. Сама жертва этого преступления присутствует на страницах романа с помощью своего дневника, который вскрывают и начинают читать детективы, что же там произошло такое, что случилось с Софией Эллинг, и в попытке выяснить тайну ее смерти они натыкаются на не совсем приятные факты о чете Эвансов. За этой историей стоит нечто большее, чем просто убийство. Это месть, это какой-то груз, тяжесть, которая лежит на плечах у всех героев, и каждый вес, он равносилен. Нет у кого-то более легкой или тяжелой ноши. Все страдают, и от этого странно, но очень интересно. Запутанное, опять же, повествование и развязка. Ты не ожидаешь такой развязки, но когда она тебя накрывает, когда тебе все это объясняют, приводят факты, примеры, это просто вау. Отличный детектив, который хорошо было читать на море, на пляже, под солнышком, он леденит душу и треплет нервишки, так что это самое то. И последняя книга в этом прочитанном, которую я прочитала в электронном формате, это подростковый роман от издательства Popcorn Books, Аристотель и Данте открывают тайны вселенной. В первую очередь меня привлекла обложка. Она как-то попалась мне под определенное настроение, мне хотелось чего-то легкого, подросткового, но вместе с тем приятного, с хорошим языком, слогом, темой, которая не будет меня раздражать. И как вовремя мне подвернулась эта книга. Она рассказывает о двух юношах, Аристотеле и Данте, которые дружат, но у Аристотеля не все так гладко в жизни. Он очень замкнутый в себе юноша, у него сложности определенные в семье, связанные с отцом, который вернулся из Вьетнама и эта война сделала его совершенно другим человеком, с братом, который сидит в тюрьме и о нем стараются не говорить в семье, делают вид, что его нет. Конечно же, все это очень сильно сказывается на самом Аристотеле и отражается на его характере, делает его замкнутым, заставляет бояться собственных чувств. Для него все очень трудно, заводить друзей, знакомство, просто разговаривать с людьми. И вот это именно интересно. В книге поднимаются очень серьезные проблемы, над которыми нужно задумываться, которые нужно решать. Меня поразило то, как автор описывает все это. Обычно в подростковых романах слог мне не нравится. Не нравится сюжет, не нравится слог, и из этого складывается так, что книга мне абсолютно не нравится. Но автор этого романа сумел сделать что-то необычное. Тут очень хорошие описания, хорошо подается информация о персонажах через их диалоги. Они все живые, не картонные, у них есть свои чувства, эмоции. Мне особенно понравилась сцена в пустыне, когда шел дождь, они сидели в машине, как описывается это, ветер описывается, описываются капли дождя, которые барабанят по крыше, которые пробирают тебя своим холодом. Это было так красиво и настолько попадало мне под настроение, что просто книга мне понравилась уже за один только язык и описание. Что насчет ЛГБТ-темы, которая затронута в этой книге, меня она абсолютно не смутила. Я не люблю, когда в любых подростковых романах затрагивается тема любви. Но тут ее было, во-первых, мало, что очень хорошо, а во-вторых, она шла очень тонкой нитью через все повествование, создавалось очень бережное, такое милое отношение автора к своим героям, как он расписывал их характеры, их чувства. Все это так невероятно было и красиво исполнено. Вот действительно, когда исполнение хорошее на 5 баллов, ты читаешь любую книгу, написанную таким языком, с удовольствием. Минусов не было абсолютно никаких. Мне понравилось все от и до. И очень грустно, что у меня редко попадаются книги подобного формата, которые отвечают всем моим критериям. На моей памяти так было только с двумя книгами. Это «Крылья Кристины Старк», которые мне понравились больше всего из-за необычной тематики и сюжета. И вот Аристотель и Данте заняли второе место в этом списке. Буду пополнять его дальше. Знаю, что даже людям, которые не любят тему ЛГБТ, которые не приветствуют ее в книгах, но в жизни относятся весьма так сдержанно, эта книга им тоже понравилась. И я думаю, это огромный плюс. Автор у него, получилось сделать все на 5 из 5, на прекрасный результат. Одним словом, книга хорошая, уютная, летняя, именно летняя, с дождем, с жарой, которая изнуряет тебя, с холодным ветром. Все это складывается в приятную для глаз картину. Это были все книги, прочитанные мною в июле. Я очень довольна своим прочитанным, оно мне все понравилось. Пишите, что вы читали из этого списка, что вам понравилось больше, что меньше. Может быть, что-то интересного прочитали в этом месяце вы. Мне будет все очень интересно узнать. А с вами была Элизабет Бокс. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok